Всем привет! Сегодня у меня интервью с тезкой, с Олегом. Олег Тарануха, видеооператор. Привет! Привет, Олег! Он занимается... У него свой видеопродакшн, и мы поговорим о видеосъемке. Расскажи, чем ты занимаешься? Началось все с того, что в поисках своей работы я познакомился с телевидением. И так увидел за кадром, как происходят съемки. Это стало мне интересно. А еще каждый второй на этой съемке, на этом телевидении, тоже либо оператор, либо фотограф. То есть такое творческое соединение людей, где можно все узнать. Мне это самому стало интересно. Я начал сначала фотографировать, а потом постепенно еще и видео снимать. А как ты попал на телевидение? Вот когда мы готовились к съемке, я вспоминал, что у меня профессиональное образование радиотехника. А когда я учился на пятом курсе своего университета, это был Киевский политехнический институт, я начал искать работу по специальности, чтобы когда выпуститься с университета, я уже был как минимум обеспеченным на каком-то уровне, чтобы мог жить нормально в Киеве. И я отправил всего два резюме. Я не знал, много это или мало это, но отправил всего два в те компании, которые мне понравились. И как ни странно, мне обе компании ответили. Потом уже когда я общался со своими однокурсниками, мы затрагивали тему как раз работы, устройства. Я как услышал, что однокурсница отправила 60 резюме и не получила ответа, мне стало понятно, что очень не повезло. Что очень мне повезло с этими резюме. И одно из них было отправлено в компанию, которая занимается сдачей в аренду специальной операторской техники. Это операторские краны огромные, тележки, вся эта техника. Вот когда на концертах люди видят, что на большой стреле летает камера, вот это как раз та техника, которую мы обслуживали. Я там был в качестве электронщика. И задача была следить за тем, чтобы все работало и ничего не ломалось. Но так как, к счастью, инженеры-проектировщики сделали все нормально, редко что ломалось. И чтобы не скучать, мы были задействованы в съемке. И когда был третий, по-моему, да, третий сезон X-Factor, это 2012 год, я тогда управлял тележкой, которая ездит возле сцены. Когда певец стоит, вот как раз перед ним все это ездит. Вот. И таким образом я получил свой первый опыт в съемках, конкретно в больших съемках. А потом постепенно начал какие-то секреты, какие-то профессиональные фишки переносить в свою деятельность. А что пошло дальше, как ты ушел во фриланс, ну или чем ты занимался дальше? Знаешь, вот очень в точку вопрос, потому как был промежуточный период, когда я ушел с этой работы, которую я писал. А мне захотелось тишины и спокойствия. Я пошел работать в офис. Я чинил электронику три года. Видеокамеры, освещение, все, что ломалось там, когда я снимал, сейчас мне нужно было чинить. И в какой-то момент это я почувствовал, меня привело к выгоранию внутреннему. Вот. Очень важно заниматься тем, чем реально хочется. А когда я устраивался на эту работу офисную, там немножко пошло не по плану. Так как я знал, куда я хочу, а директор говорит, туда, куда ты хочешь, пока мы не набираем людей. Но есть вот похожие. Я пошел туда, где похожие, но оказалось, ненадолго меня там хватило. Это увидел директор, заметил очень хорошо. И такими очень тонкими словами, такими очень тонкими словами говорит, Олег, подумай, чем тебе еще можно заниматься, так как здесь сейчас тебе загрузки нет. Очень хорошо он слова подобрал, чтобы я там не разнервничался, что меня увольняет. Так он увольнял таким образом? Я прям в лоб не спрашивал, а мне в лоб не говорили. Но это было с намеком, что Олег, нет работы, увольняем. Я вспомнил, есть еще там одна вакансия в этой же компании. Попробовал я себя еще в продажах. А потом была такая ситуация, параллельно с этой работой я уже 3 года и фотографировал, и занимался съемками. И в какой-то мере я уже успел почувствовать, что такое, когда ты сам за себя отвечаешь, приложил усилия, получил доход. Не приложил усилия, не получил доход. И это меня задело по-хорошему. Я понял, а если я немного больше приложу усилий, то есть вот я работаю 5 дней в неделю на основной работе и по выходным там снимаю. А если я целых 5 дней буду уделять съемке, что же у меня получится? Вот эта мысль у меня отклалась в голове. И через некоторое время по этой работе я ушел в отпуск. Причем отпуск был за свой счет, когда я максимально глубоко прочувствовал, как оно. Остаться ни с чем на тот момент у меня не было запаса. Это были первые послестуденческие годы. Какие-то небольшие, небольшая зарплата. Какие-то постоянные потребности нужно закрывать, запасов не было. И у меня получилась эта ситуация, когда я иду за свой счет. Ничего вообще нет. Два дня я с таким мандражом пережил, как быть дальше. И тут где-то на второй день у меня попадается съемка, за которую я отбиваю то, что типа терял за период отпуска. И это так меня вздернуло по-хорошему. Я почувствовал, да получается я могу. Это очень полезное такое ощущение, когда ты сам чего-то хоть и на маленьких вещах добиваешься. Вот я почувствовал, что все, уже могу нормально отдыхать в отпуске, потому что я заработал. Потом еще получилось, в период этого отпуска я впервые в жизни поехал за границу по бартеру. Друг у меня организовывал поездки за границу. И он мне предложил, Олег, давай я тебя свожу с собой, а ты пофотографируй, поснимай для нас видео. А для раскрутки этих туров, конечно же, я этого захотел. Потому как мне все обеспечивали, нужно было только от меня контент создать. И в этой поездке я познакомился со многими людьми, которые уже либо там были директора компании, либо такие активные, с активной позиции по жизни люди, амбициозные, которые чего-то хотели добиться. На то время у меня в окружении было мало таких людей. И побыв с ними где-то около недели, оно очень повлияло на мое мышление. Я понял, что дальше я хочу заниматься своим делом. Я понимал, что это риск, потому как, прикинь, весь свой предыдущий опыт я получал зарплату от директора. А тут мне приходится рассчитывать только на свои силы. В этом был и риск, и авантюризм, на который я решился. И я постоянно повторяю, это был еще 2015 год, когда я полностью перешел на фриланс. А еще ни разу не пожалел, слава богу. Вот так у меня получилось, я подошел к фрилансу. Ну а как ты себя раскручивал, как ты заказывал? И вот я удивлял, третий вопрос, он настолько в точку, потому что все в логическую цепочку хорошо складывается. Я в какой-то момент заметил, что мне нравится общаться с людьми. Я когда с ними встречаюсь, как-то включаюсь по-новому. И вот это желание общаться, оно помогло, очень помогло. Когда мы не стесняемся делиться тем, что мы умеем и чем мы занимаемся, то это запускать сарафанное радио. И это сарафанное радио у меня запустилось среди потенциальных коллег, которые занимались теми же вещами среди потенциальных клиентов. Первые из них были, кстати, из поездки, что очень помогло на старте. И таким образом сарафанное радио принесло мне первых клиентов, а потом уже просто оно усилилось. Потому как если нормально делать свою работу, люди сами тебя рекомендуют. И на сегодняшний день это только сарафанное радио. То есть рекламы в интернете даже нет? Нет, ноль рекламы в интернете. Но если не учитывать то, что только мои посты и какие-то, опять же, рекомендации просто в интернете. Когда сделали вместе съемку, человек поделился, что вот с этим человеком произошла съемка. Я себе репост сделал, либо у меня сразу отобразилось, если это какая-то темпа Facebook, где сразу подтягивается. Вот таким образом. А расскажи, вот у тебя же своя студия сейчас, да? Как ты к этому пришел? Это связано в том числе и с общением с людьми, и также с желанием, внутренним желанием. Я не понимал, как я дальше буду развиваться, к чему я приду, когда я приходил на дорогу фриланса. Но мне хотелось, чтобы было какое-то пространство, чтобы было какое-то, где можно реализовать творческие идеи. И вот это желание жило, но как оно материализуется, я еще не понимал и не особо представлял. Но оно было. Вместе с этим я продолжал заниматься съемками, и получилась цепочка рекомендаций. В какой-то момент меня эти люди, для которых я уже снял несколько проектов, пригласили поснимать новый проект, который зарождался на тот момент. Это был как раз проект коворкинга, в котором мы сейчас находимся. И нужно было просто снять, как он строится, потому что здесь не было ничего. Здесь было, если не ошибаюсь, еще с советских времен какая-то постройка. Потом она была как-то под офисы сдана, а потом это пришло к моим партнерам, и они как раз начали проектировать коворкинг. И когда мы общались, я предложил вот эту свою идею, которая еще давно жила во мне по поводу видеостудии. И предложил, потому что было ощущение такой довольно хорошей интеграции. Это коворкинг, это стартапы, это люди такие амбициозные, они понимают, почему они приходят в это пространство, они постоянно в работе, в работе, в каких-то идеях. И вот хотелось, чтобы место, где часть этих идей можно реализовать, было рядом, то есть видеостудия. На сегодняшний день много кто развивается через интернет, и вот как раз место обеспечения этого контента хотелось сделать в коворкинге. Таким образом, идею поддержали, а потом было проектирование конкретно видеостудии со всем предыдущим моим опытом, со всем опытом партнеров, которые все это строили, совместный такой тандем, который родил эту видеостудию. То есть я так понял, что к тебе приходят клиенты из самого коворкинга в твоей видеостудии? В том числе. Часть из клиентов – это люди, которые в коворкинге работают. И в целом, я так понимаю, ты работаешь B2B, для бизнеса снимаешь всякое видео? Да, чаще всего да. Потому как, конечно, все начиналось с любой работы. На первых порах, да, кстати, замечу, как первые клиенты появлялись, можно было сразу там себя позиционировать, что я только для компании снимаю и все. Но я бы не запустил это сарафанное радио, потому что люди знали бы, что я хочу снимать, либо я снимаю. Но не было бы вот этой взаимосвязи, чтобы дальше передать рекомендации. Нужно было себя все-таки показать на деле. Вот это, как по мне, главное условие хорошего сарафанного радио – это показать себя на деле. Поэтому и дни рождения, и какие-то утренники через все это проходил и в какой-то мере и сейчас еще снимаю. Хотя уже есть четкое понимание, давно есть четкое понимание, что я хочу снимать и что я снимаю. Но такие вещи снимаю тоже, с которых я начинал. Ну вот утренники понимаю, но настолько не близко мне, что стараюсь все просто порекомендовать человека, которому это ближе, чем мне. Такая цепочка следующих рекомендаций, когда ты можешь поделиться хорошим контактом хорошего исполнителя для клиента, либо для этого исполнителя порекомендовать хорошего клиента. Это тоже очень, как по мне, хороший вариант такой социальной взаимопомощи. Так, а что именно ты снимаешь обычно? В большей мере на сегодняшний день это все, что нужно в интернете. Это обущающие видеоролики, это какие-то промо-ролики, это отчетные ролики. В том числе я просто обожаю творческое направление. В свое время даже уделил свое свободное время ему. Ну, это танцы. Я люблю снимать танцы и разные клипы. Если получается, то и небольшие музыкальные клипы. Но это на данный момент, пока мы пишем, это интервью меньше. Но я в этом направлении тоже двигаюсь. Мне это очень интересно. И я там тоже пытаюсь реализовать какие-то свои идеи совместные с людьми, которые их разделяют. Но клипы, я так понимаю, на выезде. У тебя студия маленькая для клипа. Да, да. Чаще всего, конечно, это выезды. А студия, она больше закрывает вопрос по обучающему направлению, по направлению интервью, по направлению онлайн-трансляции. Вот этот период, в котором мы всем миром сейчас очутились, дал понять, как важно, когда можно обеспечивать свою работу, находясь в своем офисе. Хорошо, когда этот офис можно онлайн еще показать. И у тебя сейчас онлайн-трансляция пошла, да, получается? Да, да. Хотел тебя спросить, так как у тебя техническое образование и технический опыт, как тебе это помогает в ведении своей студии? Это, кстати, помогает в первую очередь. Вот по поводу самой студии, так как предыдущий опыт был напрямую связан со всей этой техникой, которая здесь используется, это помогло и в проектировании, причем лирическое отступление, как раз предыдущий опыт работы, перед тем, как я ушел на фриланс, это проектирование студий, это их инсталляция. Поэтому и эта студия, это не просто так, это на основании опыта и предыдущей профессии. И вот частые случаи, когда мы все имеем дело с техникой, она имеет свойство иногда выходить из строя, иногда вообще в неподходящий момент. К счастью, это реже случается, но тем не менее бывает. Здесь важно понять, как выйти из ситуации. И вот когда я прихожу домой после одной съемки, у меня что-то вышло из строя, я понимаю, что у меня сейчас следующая съемка и все должно работать, я включаю дома паяльник и перевожу все в рабочий вид. А что ломается, например? Чаще всего, вот мы сейчас петлички используем, в первую очередь звук летит, потому как постоянно каждый человек новый их использует, а он их цепляет, он их рвет, еще какие-то нюансы постоянно, они дергаются, постоянно все эти вещи. В первую очередь петлички, во вторую очередь это свет. А что с ним происходит? Со светом или с петличками? Со светом. В этих приборах, а backstage же покажут примерно эти приборы? Можно показать, да, покажем. Ну, если зрители видят, у нас здесь LED-панельки используются, и принцип работы этих панелей немного технической стороны. Там есть электронная плата, которая называется диммер. Она издает определенные электрические импульсы, чтобы эти светодиоды светились с определенной яркостью. И вот эти платы могут выходить из строя, часто из-за перегрева. И у нас были такие случаи, конкретно в этой студии уже случалось, по гарантии отвозили. Не стал лезть туда своим паяльником, думаю, пускай полезет тот паяльник, который отвечает за гарантию. Но вот то, что связано с перегревом, это если нас смотрят конкретно видеооператоры и фотографы, которые работают с постоянным светом, пускай обращать внимание, перегревы часто стоят причиной выхода из строя. Так они отремонтировали в итоге? Да, работает. Сейчас у нас другие приборы в этом интервью. А вот в студии стоят панели, которые были как раз с вышившими из строя этими электронными балластами, их нужно было по гарантии починить. Но если бы не по гарантии, это бы и сам мог, да? Да. Но тебе же нужно новую плату где-то купить для этого или как? Смотря какая поломка. Есть вот конкретно в ремонтах нашей техники есть несколько, можно сказать, категорий. Есть блочный ремонт, он очень популярен в западных странах, которые более продвинутые. Пускай так остается формулировка. Мы тоже хорошие специалисты, но по-своему. И вот где мы по-своему хороши. Вот если на западе любят вытянуть блок и заменить таким же, то наш человек, ремонтник, он этот блок тоже вытянет, но найдет там причину, почему оно вышло из строя, поставит обратно, и оно будет работать. А на западе, когда берут этот блок, человек, который вынимает и вставляет, он вообще может даже не понимать, с чем он имеет дело. Этот дефектный участок техники, он отправляется на завод, там исследует, почему вышло из строя, так дальше. Вот те люди понимают. Они делают новый блок с изменениями, который инженер уже на месте ставит как рабочий. Вот, поэтому немного подхода отличается. В наших краях инженер это все на месте делает, а там это в несколько этапов разделено. Это то, что я заметил на практике. А скажи касательно перегревов, а вот с перегревом фотоаппаратов ты сталкивался? Очень хотел столкнуться. Один только раз была история. Вот за весь период, с 2012 года, это 8 лет, кстати, через месяц, ровно 8 лет, как я вообще в съемках. Поэтому довольно знаковое интервью, близко к этой дате, да. На то время я начал заниматься техникой Nikon. Я хотел с ними столкнуться, чтобы понять, как оно на практике все это происходит. И на то время много было информации в интернете, что вот по поводу техники Nikon, которой я на то время и по сей день тоже пользуюсь. Один из брендов многих, которые мы используем. И вот говорили, что матрицы перегреваются, техника выключается. На то время у меня был фотоаппарат D5100, это самый первый, потом D7000, уже полупрофессиональный он позиционируется, окропнутая матрица, но он по эргономике получше. И он мне очень помог, когда я стартовал заниматься на фрилансе. И вспоминаю много было хейта в его сторону. Я форумы специально отслеживал. Но все было нормально на моей практике. Я не знаю, как у других людей, у меня техника отработала нормально. Был только один случай, но он связан не с перегревом, а со стороннего производителя аккумулятором. Вот будьте бдительны, когда мы используем неоригинальные аккумуляторы, их лучше по хорошему совету подбирать, а не по цене. К сожалению, много кому приходится обращать внимание именно на цену, потому как у каждого свои причины. И вот подкупают дешевизна, но она очень отображается на практике. И вот у меня был дешевый аккумулятор, который на очень ответственной съемки просто вырубился. Какая-то... Может, защита сработала, может, я не знаю, причины, не стал туда лезть слишком глубоко, но он просто 20 минут бесценного контента, который уже не повторится, просто пропал. А заказчик для меня был важен, репутация тоже важна, все важно, я понимал, нужно выходить из ситуации. Мы вышли из нее только за счет того, что я подставил камеру с другого ракурса. Человек, конечно, не попадал по мимике. Так делать нельзя. Лучше перед всем этим пообщаться с заказчиком и дать ему понять, что давайте подстрахуемся этот контент уникальный, он ценный, просто поставим еще одну камеру. Пускай там какую-то небольшую сумму человека доплатит для этой аренды, но у вас все будет хорошо. К счастью, я вовремя предупредил своего заказчика, что меня немного, ну, можно сказать, подставили, скорее всего, чисто случайно, не специально. этот проблемный аккумулятор, я его старался меньше всего использовать, для этого у меня оригинальный заряжался в розетке, но кто-то в перерыве съемки вынул мой аккумулятор, поставил свой телефон заряжаться, просто зритель, который был в зале. И вот я понимал, что нечем подстраховаться, сразу предупредил заказчика, что может быть нюанс. Вот, если чувствуете, что что-то может быть, лучше озвучить, подстраховаться, человек, заказчик уже будет понимать, что может что-то случиться не по вине исполнителя, и уже проще будет потом это все обсудить. Действительно, ну, кто виноват в том, что я, понимая, что все может быть, подстраховываюсь, а мою подстраховку просто аннулировали. Поэтому вот такая ситуация была. Это больше не к техническому моменту, а более к организационному. Тоже, пускай люди услышат, думаю, это им поможет немного. Вот. Это то, что было направо. А, по поводу перегрева. Все-таки был один момент. Вот у нас тут позирует всем известная камера бренда Sony. Это третья версия, которую на сегодняшний день очень часто использую в видеосъемках, как такой самый универсальный вариант, который всегда под рукой. И вот на первых порах, когда я снимал в формате 4К, очень быстро нагревалась матрица. Но там есть, к счастью, настройка, которая позволяет меньше реагировать, вернее, поднять пару чувствительности датчиков. И были съемки, вот для примера, если матрица грелась минут через 15, как-то очень быстро, я обратил внимание, но она уже грелась, то после подъема этого порога чувствительности несколько часов я поснимал и было нормально. Один раз только датчик показал, что приближается перегрев. Но как раз мы остановились, и она свободно отдохнула. Есть то, что греется, и просто нужно быть аккуратным, понимать, с чем имеешь дело. Если не понимаешь, с чем имеешь дело, а такое случается, когда мы берем в аренду менее известную нам технику, какую-то новую технику, лучше подстраховаться, менее ее нагружать, больше там взять аккумуляторов, больше там света, если объективы. Лучше перестраховаться, чем недостраховаться. А скажи, а ты всегда на фотоаппараты снимал или на видеокамеры тоже? Ты знаешь, здесь в зависимости от задачи, но на сегодняшний день фотоаппараты почти все их и закрывают. Ну, большинство, по крайней мере. Вот только место, где мне действительно приходилось использовать видеокамеру, это некоторые форматы репортажей. Это когда нужно достать очень далеко и очень быстро, это когда очень быстро нужно сменить крупность и нету времени перекинуться объективами в этих случаях. Ну, и на конференциях, когда нужно писать очень много, фотоаппарат приходится постоянно включать-выключать, греется матрица, процессор и все остальное. Камера, она предназначена для длительной съемки, поэтому я ее использовал в этих случаях. А техника, я так понимаю, разная была. Sony, Nikon, еще что-то. Вот то, что я в своем арсенале использую, это изначально Nikon, но это чисто исторически сложилось. Эта история моего мира начиналась только с бюджета. Я заметил, что тот Nikon, который я взял для себя, это была модель 5100 с откидным экранчиком. Очень полезная вещь для творчества, когда можно и снизу, и сверху, и туда, и сюда. он был немного дешевле, чем какой-то почти такой же среди Canon. На тот момент Sony как-то был менее почти, чем эти два бренда. И я между Canon и Nikon выбирал. А потом, когда появляется привязка ко всей обвязке батареи, объективы, уже как-то привыкаешь. Но вот был случай, когда я переходил на Sony, я просто понимал, что для видео мне очень важен автофокус. Ни для кого не секрет, что в Sony он очень хорошо, довольно хорошо работает. Я бы сказал, на своей практике очень хорошо, потому как меня он почти не подводил. Пока что на сегодняшний день. Пускай так и будет дальше. И пришлось мне пожертвовать некоторым временем, чтобы подзаработать денег, чтобы и оптика тоже появилась. Вот это был такой самый сложный период перехода на абсолютно другую технику. Это когда больше нужно денег вложить, больше подождать, когда все это у тебя появится, так как не у каждого есть возможность сразу купу денег занести в магазин. Вот так. А в 4К часто снимаешь? Не часто. Больше из-за практицизма. Потому как все еще на сегодняшний день даже Full HD очень хорошо воспроизводится на большинстве экранов. Конечно, мы скоро приблизимся к тому, что уже это Full HD будет на 4К экранах заметно отличаться. И когда побольше у кого появятся экраны с большим разрешением. Но на своей практике чаще всего 4К использую просто для подстраховки, чтобы можно было укрупниться. Если заказчик имеет меньший бюджет, чем хотелось бы, но хочет продукт получше, тогда мы используем эффект двух камер. вот в таких случаях. Ну и для монтажа попроще. Full HD, который я чаще всего использую, попроще для монтажа. А, Full HD проще. Ну, конечно. Меньше возни с прокси, а если техника позволяет нормально воспроизводить 4К с этой камеры, то все равно попроще на монтаже меньше ждать, меньше по воспроизведению. лучшей жизни. Я понял. Олег, расскажи, что бы ты посоветовал людям, которые хотят войти в эту профессию, как им начинать, куда им двигаться в таком плане? Вот здесь я всегда стараюсь опираться на свой собственный опыт, то, что я максимально чувствую. По поводу того, как стартовать занятия съемками и как заработать свои первые деньги, все ценят все хотят видеть уверенность в том, что они получат хороший продукт. Поэтому для того, чтобы эта уверенность в заказчике появилась, желательно что-то показать уже. Поэтому на первых порах нужно не сидеть, не ждать, когда там последние запасы закончатся и нужно делать портфолио. Если человек понимает, в какую он сторону хочет двигаться, нужно делать портфолио с этого направления. Fashion, fashion, репортажка, репортажка, каждому свое. За деньги, не за деньги, за спасибо, по знакомству на первых порах. Главное портфолио. Заказчик ценит качественный продукт всегда, поэтому нужно что-то показать, подсказать. и тоже желательно сарфанное радио, чтобы тебя рекомендовали. Вот был случай, помню, может, кстати, этот человек тоже будет смотреть интервью, себя узнает, я ссылку сброшу потом. Человек любил фотографировать и занимался основной деятельностью, была немного в другой сфере, по сфере дизайна, но человек хотел фотографировать. Когда было у человека не слишком много уверенности в себе, потому что новое направление и нужно с нуля это все делать, нужно еще себя кормить, и поэтому там была важна поддержка окружения, какая-то и эмоциональная, и вообще любая поддержка. Важно верить в свои силы, это позволит как раз делать первые шаги. А потом конечно побольше делиться с людьми, чем ты занимаешься. Ну и конечно же улучшать свой продукт. Кстати, есть такое мнение, по сей день встречаю, что нужно сразу идеальный продукт, там люди его допиливают постоянно, постоянно что-то улучшают, тем самым забирают сами у себя время. Просто нужно понять, на каждый продукт есть свой клиент. Вот кому-то достаточно в этом ключе все исполнить, кому-то нужно посерьезнее. Но вот тот продукт, который человек может дать миру на сегодняшний день, на этот момент, он уже позволит ему приблизиться к тому заказчику, к тому клиенту, который сможет больше предложить, но для него нужно будет побольше это делать. А вот скажи, как ты считаешь, нужно ли начинать с низких цен или же снимать бесплатно, потом сразу ставить какую-то среднюю рыночную стоимость? Вот по ценообразованию для начинающих операторов. Опять же, в своем случае, как было у меня, я старался как-то объективно оценивать свою работу, сравнивать с другими операторами, фотографами, так как у меня и фото- и видеосъемка на тот момент приблизительно одинаково развивались. Поэтому я присматривался, этот человек называет свою цену вот такую и делает продукт вот такой, этот называет вот такую и продукт здесь, этот еще где-то. Я оценивал, вот у меня вот так все выглядит, на что оно похоже и называл похожую цену. Здесь важно для того, чтобы выйти на комфортный для себя уровень, здесь важно не обесценивать себя. Когда человек делает первые какие-то шаги во фрилансе, он часто может быть не очень уверен, у него еще не сформировалась уверенность, но есть такая категория тоже людей, для них сейчас больше. И в этом случае, когда человек еще твердо не чувствует, что он может, на него эти все заказчики влияют. А принцип заказчика такой, чтобы получить получше, заплатить меньше, ну, всем нам не хочется переплачивать. Я еще не встречал человека, когда он предлагает какие-то очень огромные гонорары за очень маленькую работу. Извини, вот тут я хочу от себя добавить, но не в формате интервью, что ты просто работаешь в сфере B2B, где цена и качество прямо взаимосвязаны. Но если ты работаешь в сфере свадьбы, love story, семейные съемки, то люди платят за свое лицо, а не за работу. Там не коррелирует качество работы. Да, согласен, абсолютно. Да, есть такое. Так что зависит от направления. Ну, свадьбы, вот сам, куда все ломятся, легкие деньги, потому что их можно снимать как угодно, но по сарафану и зарабатывать хорошие деньги. Да, и кстати, подсмотрел эти слова, сейчас скажу, на одном из тоже YouTube каналов, как сказал спикер, главное не напортачить, но главное не сделать плохо заказчику, в том смысле, что главное оставаться с человеком в любом случае и просто делать свою работу. На каком уровне, действительно соглашусь с тобой, это менее важно для этого человека, который на себя смотрит. Если будет сделано в озвученных временных рамках, если не будет все в расфокусе, тогда сарафан пойдет. Несмотря на то, что я вкладывал примерно ноль в рекламу какую-то платную, я обязательно сравнивал каналы прихода клиентов и платные каналы, сарафанное радио. И вот довольно известная компания, основатель одной очень известной компании по систематизации бизнеса, когда озвучил свою статистику, что у него на тот момент, когда мы с ним общались, было более 70% прихода клиентов по сарафанному радио, я понял, что это очень ценный канал, при том, что там чеки были намного больше, намного больше нулей было в сравнении с теми чеками, на которыми чаще всего приходится работать нам, оператором, фотографом по лавстори, по свадьбам, по B2B. Ну что ж, было очень интересно пообщаться. Спасибо тебе. Был рад поделиться. Спасибо за интервью.